Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Во! Зачем ходить в кино, если дома плазма? К тому же сегодня Кубок страны. Полуфинал. Субтитры делал DimaTorzok На. Смотри свои новости. Мы предоставим следствию все необходимые документы. Но в данный момент я разглашать информацию не буду. В интересах своего клиента. Спасибо. Ну извини меня. Нет, я все понимаю. Я, между прочим, вообще могу не пить. Ни рюмки, ни полрюмки. Я не алкоголик. Мне тебя не хватает, понимаешь? У тебя то тетрадки, то контрольные. Ну вот. Я-то думала, что вышла замуж за рассудительного, спокойного мужчину, а он… А он еще, между прочим, полон сил и желаний. Я в Москву поеду. Мне нужно в педкнигу. Ты не заскучаешь? Постараюсь. Куда? Я уверен, у вас все получится. Да, вы главное не переживайте. Хорошо? Господин Ковалев, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня стало известно, что сторона обвинения предоставила нового свидетеля. Как вы прокомментируете это событие? Я считаю, что в этом деле ставить точку очень рано. Мы все-таки уверены в своей победе и надеемся на положительный исход. Извините. Вика! Вик, привет! Привет. Какими судьбами? Слушай, здесь ресторан есть неподалеку, хороший. Поехали, поехали, все расскажешь. Пошли, пошли. Есть хочешь? Немножко. Как раз по обедам сейчас. Слушай, ну ты изменилась. Перестань. Я возглавил фирму отца. Теперь вот в Путили затружусь. Родители в Европе живут. Маришка дома сидит с девчонками. Младшая скоро в школу пойдет. Ну, в общем, идеальная семья. Ну, да. А ты как? Работаешь? Замужем? Да, все хорошо. Я замужем. Муж хирург. Работаю в школе, собственно, как и хотела всегда. Я очень рад за тебя. Да. Извини. Да, Маришка. Заседание закончилось, да? Но у них просто не было шансов. Билеты? Да, конечно. Бронируй. Угу. Давай. Извини, я пойду. Увидимся как-нибудь. Пока. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Фух, ты чего так рано? Почему рано? Как раз вовремя. У меня работы много. Еще контрольной надо подготовиться. А ты почему дома? У тебя же дежурство. Значит так, Вика. Я очень тебя прошу. Не надо, пожалуйста, истерик. Не надо вот этих сцен ревности. Не надо делать вид, что ты ревнуешься. Не надо притворяться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отойди от двери. Что? Отойди от двери. Нет. Только через мой труп. Смотри, накаркаешь. Кто там? У тебя свидание было с твоим адвокатом, да? Что? С каким адвокатом? Каким адвокатом? Таким. По которому ты сохнешь все время. Ты думаешь, я слепой? Да я все знаю. Не повышай на меня голос. Пусти меня в комнату, или ты уже не мой дом. Ой, Виктория Дмитриевна, здравствуйте. Да, Семенов. Не ожидала я тебя подобной выходки. Ну, а может быть, это любовь? Любовь – это когда люди честно любят друг друга, а не шастают гаушом по чужим квартирам. Ну, это дело поправимое. Между прочим, квартира – собственность Вячеслава Борисович. Можно тебя на минутку? Ты что за балаган здесь устроил? Или у тебя что, комплекс неполноценности? И ты решил самоутвердиться? Ну, и как давно у вас с ней? Это сейчас уже не важно. Нет, это важно, Семенов. Потому что это моя семья. И я хочу знать, в какой момент я перестала быть для тебя женой. Да ты никогда ей не была женой. То у тебя голова болит, то тетрадки, то контрольные. Для тебя школа важнее, чем я. Я, между прочим, мужчина. Мне женщина нужна. Ты решил мне изменить? Вы меня, конечно, извините, что я вмешиваюсь. Но, Слава, я вообще удивляюсь, сколько времен ты мог терпеть вот это вот бревно. Помолчи, пожалуйста. Значит так. Я подаю на развод. Вещи заберу позже. Прощай, Семенов. Ты с ума сошла? Разводиться? Да пусть идет. Хорошие мужики-то, между прочим, на дороге не валяются. А мы тут уже как-нибудь сами разберемся. А вы смотрите, не простудитесь лица, Семеновна. Глушом-то шастать. Хотя мой муж гинеколог, он нас быстро вылечит. Ну, решили остановиться на том отеле. Прости за беспорядок, я ничего не успеваю. Мы год не были в отпуске и хочется, чтобы все было собрано заранее, понимаешь? Мариночка, боже мой, как я хочу с вами на море. Боляться на пляже, пить вино и ничего не делать. Но ведь Никита ни за что не согласится. Его только и тянет в непролазные места. Мне кажется, ты немного утрируешь. Он просто хороший фотограф. Ему нравится красота в разных местах. Мариш, а чем море плохо? Он ведь просто из вредности не поедет. Значит так. Если ты хочешь создать с ним семью, запомни. Самое главное, у вас должны быть общие интересы. Послушай, я и так из кожи вон лезу. Я пытаюсь выставки устроить, в журналах работу найти. Он просто нос воротит. Да, мужчины не любят, когда им навязывают. Ты попробуй как-нибудь аккуратно, поделикатней. Предложи ему поехать куда-то вместе. Только туда, куда он хочет. Ну, я не знаю, или... Поезжай с ним в качестве ассистентки в какую-нибудь его экспедицию. Почему нет? Покажи, что тебе это интересно, окажи какую-нибудь помощь. Думаешь, поможет? Почему нет? По крайней мере, он это оценит. Через два дня он едет в какую-то дыру в Карелии. Я отказалась, а сейчас я соглашусь. Спасибо тебе за совет. Да не за что. Спасибо, дорогая. Пойду-ка я себе еще кофейку сделаю. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Привет! А это еще кто? Ты бы не водил в дом, кого попал? Потому что у меня фотосессия. Это не абы кто. Харизматичная личность. По крайней мере, у него все на лице написано. Прикольно. А что написано на моем лице? Что тебе надо? Я работаю. Прости, пожалуйста, работай. Никит, я подумала и решила, я поеду с тобой. Куда? В Карелию? Наташа, ты в своем уме? Там ни спа-центров, ни салонов красоты нет. Там боевые условия, удобство на улице. Меня все устраивает. А чтобы не быть тебе обузой, я буду носить твои абектины. Ты заболела? Никит, послушай, со временем я тоже меняюсь. И я не хочу быть больше при тебе. Я хочу быть с тобой. Надеюсь, ты мне не откажешь от этой малости. Нет, ну если ты не будешь по всей деревне бегать и разыкивать суши, чилийское вино, я в принципе за. В принципе, да. Никит, я очень уважаю цены у тебя. Хочу этого же в ответ. Я еду? Да. Пойдем, милый. Я прошу прощения. Продолжаем. О, можно барабанчики? Чуть-чуть повыше. Ну что? Все в порядке? Я здорова? В наше время абсолютно здоровых людей не бывает. Я бы вам порекомендовал воздержаться от поездки и дополнительно сдать анализы. Нет, подождите. Мы год планировали этот отпуск. У детей каникулы. Там их друзья. Давайте, знаете, как сделаем? Я просто буду меньше находиться на солнце. Я буду в тени. Так же можно? Да. Хотя бы в тени. Но по возвращении не забудьте сразу ко мне на полное обследование. Договорились? Обязательно. Спасибо. Всего доброго. Всего хорошего. Ну как? Ракурс какой-то плохой. Надо поменять. Ракурс плохой. Угу. Никит, я так рада, что нас сюда приехали. Я тоже, Наташечка. Ну вся, иди работай. Так. О! Ты думаешь, нам лучше? Думаю, да. Эть. О! Никит, смотри осторожней. Красиво? Да. Красота реальная. Так. Ну, еще вот здесь. Никита! Да, Наташ. Так, что случилось? Разбился? Разбился? Подожди, как разбился? Так, тихо, успокойся. Подожди, я сейчас все скажу Максу, мы немедленно вылетаем, да. Что случилось? Никита упал на съемках, сломал ногу. Наташа вообще в истерике, не знает, что делать. Подожди, а зачем ты сказала, что мы срочно улетаем? Ну, им нужна наша помощь. И это же твой брат. Вот именно, Марина, это мой брат. Никита постоянно влипает в какие-то непонятные истории. И что, мы сейчас должны прервать наш отпуск и мчаться к Никите? Из-за меня ты бы тоже не стал прервать отпуск. Мариша, это другое дело. Тут всего лишь какая-то нога, а мы на другом краю света. Присядь, пожалуйста. Марина. Макс. Выслушай меня, не перебивай, хорошо? Послушай, неважно, это нога, не нога. Это твой брат. Родной брат, и он бы тебя в беде не бросил. Максим, я тебя очень люблю. Ну, так нельзя с родными людьми. Решай, или я еду одна, или мы едем вместе. Никита, я тебе давно говорила, с этим надо завязывать. Ну? Ты еще легко отделался. Давай. Ай, Наташа, давай мы сейчас не будем об этом говорить, хорошо? Ложись. Посмотри, до чего тебя твои приключения довели. Ой, спасибо. И все это ради чего? Ради пары снимков, за которые никто не заплатит деньги. Ну, я просто люблю свою работу. Я не буду. Со мной ты вообще не считаешься. Знаешь, Никит, хоть я и не разбираюсь в твоих закатах, водопадах, зато я очень хорошо разбираюсь в людях. Угу. Я решила стать твоим менеджером. Наташечка, ну каким менеджером? Я за всю свою жизнь ни одного своего снимка не продал. Это... Поэтому я и хочу исправить эту ситуацию. Вот, посмотри, я накидала договор. Если тебя что-то не устроит, мы все исправим. Господи, какой договор. Привет. О, здорово, Макс. Макс, привет. Вы все-таки приехали. Ну да. Ну что ж, я тогда пойду. Выздоравливай. Пока. Пока. Здорово, Никит. Здорово. Ну как ты? Да вроде хорошо все. Ну, рад, что вы приехали. Ну разве может быть иначе? Так, держи, это тебе. Вон за тумбочку, Макс. Угу. Так, я сейчас к врачу твоему. А потом поболтаем. Давай. Ну что, Вика, стали мы с тобой свободные, как птицы. Счастливый полет, Слав. Куда побежала-то, как всегда? Торопишься? Я думал, посидим где-нибудь, отметим. Попрощаемся. Столько лет все-таки вместе прожили. Ты бы отмечался пореже. Каждый день ведь пьешь. Смотри, скоро на операциях руки будут дрожать. Ну и что? Можно подумать, тебя это волнует. Если бы ты меня, Вика, хотя бы вот настолько бы ценила, я бы вообще ни на кого не посмотрел. Ты что, думаешь, она мне нужна была? Вика, я устал у тебя внимание выпрашивать. Как ты не понимаешь? Ты прости меня, Слав. Зря мы вообще поженились. Разным с тобой. Ну ладно. Прошу. Виктория Дмитриевна, мы должны сократить одну преподавательскую единицу. Простите, а на каком основании? Беременная Люция Семеновна написала заявление о материальной помощи. А бюджет у нас шик. Поэтому я и отдаю и ваш факультатив. А ваша квалификация позволяет вам вести занятия в подготовительной группе. Но за эти занятия ставка гораздо ниже. Мне что, искать нового учителя? Хорошо, я согласна. Я могу уйти? Да, вы свободны. Житья от нее не отдастала своей ревностью. А мне кажется, Виктория Дмитриевна хорошо к вам относится. Ой, да ничего вы не понимаете. Послушайте, может быть, нам удалить ее из школы? Ну, хотя бы на время. Все-таки ваша семья лечится в больнице у моего мужа совершенно бесплатно. Послушай, Люция, у меня 30 лет стажа, я могу быть жесткой. Но подлости я не делаю. Я и так сделала все, о чем ты просила. Да, Вик, привет. Привет, Никит. Хотела узнать, как твоя экспедиция. Что? Какая больница? Простите, а вы к кому? К Никите Ковалеву. Его увезли на обследование. А как он? Ничего, в порядке, выздоравливает. Вы, собственно, кто? А вы? Жена. А вы? Я просто принесла. Вы не могли бы ему передать? А, конечно, передам. Спасибо. До свидания. До свидания. Вик, а у вас в школе есть мужчины-учителя? Есть. Физрук и по информатике. Физрук лысый такой, да? Да. Ты пристроить меня хочешь? Ну, кому-то в нашей семье нужно думать, пока ты молодая еще, а потом уже будет поздно. Мам, я сейчас не готова обсуждать свою личную жизнь. Потому что у тебя ее нет. Мам, не начинай, пожалуйста. Я не начинаю. Нет, ты начинаешь. Я не начинаю. Расскажи, пожалуйста, Никитка твой куда поделась? Никитка в больнице. Он ногу сломал. Господи, боже мой. Нужно поехать к нему проведать. О нем есть кому позаботиться. Все, я прошу тебя, остановись. Олег, Оля, останешься ты одна. Дорогая моя, останешься одна. Мужа профукала, никого к себе не подпускаешь. Ты можешь оставить Максима в покое? Не могу. Он не вернется к тебе. Ты что, не видишь этого? Если я люблю ее до сих пор. Вот как ты, отца. Вот люблю и все. Что ж, мне сравнила. У нас с отцом вас двое. И за плечами совместная, замечательная супружеская жизнь. А у тебя что? Пару свиданий и все. Я надеялась, что хоть вы будете счастливее. Мам, ну... Мам, ну перестань, ну хватит. Ну, хватит. Ну, ты что? Ну, мам, ну, пожалуйста, ну, прости. Ну, прости, пожалуйста. Ну, ты что? Эй, родня, и чего рвем? Так, мам, мам, слезы вытерли. Слушай, мы радуемся. Значит так. Мне только что сделали предложение. Зачем? Какое предложение? Нет, ну, странные какие-то тетеньки. Я замуж выхожу. У нас сын единственный любимый. У вас дочка. Свадьба дело такое серьезное. Надо так отметить. С таким размахом, чтобы весь город знал. Верблюды вы не последние. Люди не бомжи какие-то. Арбитровна просто хочет сказать, чтобы с размахом, чтобы завидовали потом все. Правильно, Саша. А цена размаха? Угу. Давай. Мы провели предварительную калькуляцию. А, ну, пожалуйста. Молодцы. Так. Ой. Так. Ага. Да, ничего себе. Ну, а вы-то как думали? Давайте дружненько так. Угу. Я даже не знаю. Зато я знаю. Хороший ресторан, приличная кухня, замечательное спиртное и важные гости. А может лучше свадебное путешествие? Прекрасный подарок молодым. Да. Ну, чтобы запомнилось им вот и... Да. Да. Простите, а вы сами-то замужем? Нет. Нет. Ладно, у нас на даче отдохнут. Ну, дружненько. Вот поверьте, я знаю, как лучше. Ну, может, вы у нас спросите? Да, Костя? А что ты хотела, Юленька? А я белое платье похотела. Да, и фотоальбомы, чтобы детишек растить и фотографии им показывать. Ну, это само собой, разумеется. Ну, дальше-то что? Как вы дальше жить будете? Мы с тобой говорили уже. Где вы, молодые, жить-то будете, а? Мам, ну, у нас же четырехкомнатная квартира. Костик, ну, нельзя, чтобы две хозяйки на одной кухне спинами толкались, да? Вообще, молодые должны жить отдельно. Правильно. Правильно. Вот мы вас и разменяем. Нас? В каком смысле? У меня сестра, риэлтор. Она эту квартиру быстренько на две днушки. Мамы в одну сторону, молодые в другую сторону. А я куда простить? А вы тут причем, собственно, кто такая? Это моя сестра, и вообще-то она здесь живет. Да? Давайте, знаете что? Давайте-ка не будем нервничать, а лучше дружненько. Да, девочка, ну, не забывай нам все-таки одной семьей жить. Ну что, мам, значит, нас с тобой расселяют. Мы останемся жить в своей квартире. Мам. Стасик, Костик. Да? Нам пора. А может, дружненько сейчас? Стасик, нам пора. Спасибо. Приятно было познакомиться. Взаимно. Костя! Костя! Я тебе позвоню, хорошо? Костя! Виктория Дмитриевна, вы вступите вторым голосом, когда я доложу о бедственном положении с физкультурой. А потом мы получим все деньги. Подождите, наши аргументы перевесит их сомнение. Может, ты снесла про нас, скажешь, под начальной классы? Ой, привет. Здравствуйте. Я внизу. Привет. Ты как здесь? А, да, мы идем деньги убивать для школы, а ты? Да я примерно то же самое. Ладно, извини, я спешу. Идемте, мы опаздываем. Ты не хочешь кофе попить? Да, можно. Я внизу подожду. Виктория Дмитриевна, идемте, мы опаздываем. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такой родной. Все еще меня любишь? Можешь не отвечать. Я знаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, Марин. А, извини, я не предупредил. Клиент просто попался. Всю печень меня затопил. Давай, уже еду. Пока. Вика. Смотри, можем встречаться здесь раз в месяц. Чаще у меня не получится. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Погоди, я... В каком смысле... Встречаться? Ну... Нет, если тебя что-то смущает, то, считай, ничего не было. Угу. Погоди, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Все, 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 успокойся. На, попей. Держи. Ну, как так можно бросить за неделю до свадьбы? Ну, бабеньки. Хочешь правду? Ну. Не пара он тебе. Может, и хорошо, что он так смылся. Ничего. Пройдет время, успокоишься и встретишь себе нормального, достойного. А этот, ну его. Держи. Пей и перестань плакать. У нас в семье, видать, у нас вся женщина, проклятие бабы, брошена. Ну, что ты такое говоришь? Слово-то какое, брошен. Нет, мы гордые и независимые. Поняла? А будь у нас трешка или ты замужем, у нас все по-другому было. Алло, Кость? Алло? Привет, Вик. Вообще-то кто-то обещал приехать. Никит, а тебе есть кому позаботиться. Вик, ну а что за тон? И может, я тебя какая-то муха укусила, я не пойму. А, слушай, я занятая, не могу сейчас разговаривать. Хорошо, я позвоню тогда, когда ты сможешь говорить. Пока. Пока. Ну что ты, мазлотая? Да ты дура. Чего? Нет, ну, в смысле, гордая и независимая. Вот. Вик! Привет. Здравствуй. Мальчик? Мальчик. Коля. Ну, посмотри. Как думаешь, на кого похож? Ну, глаза, конечно, мамины. А нос, подбородок, брови мои. Уже 600 граммов набрал богатырь. Ты меня извини, я с этим отцовством вообще в последнее время с ума сошел. Да ну что ты, все правильно. Я тебя искренне поздравляю, ты прекрасный отец. Ты правда так считаешь? Уверена. Прости, я в школу опоздую. Как всегда. Ага. Ну ладно. Ну что? Ммм, ну что, попробуем? Давай. Так. Елки-палки, Наташка, это же целое состояние. Но ты ведь мечтала об этом? Куда ж ты узнала? Твои мечты угадать не так уж сложно. Я подумала, хорошо, что ты не пианист. Потому что, как заказывать пианино под твой талант, было бы куда накладней. Ой, все-таки это огромные деньги. Ну вот откуда? Ну скажи, откуда? А, я понял. Я понял. Ты знаешь, я с ними почти не торговалась, а потом пожалела. Они заказали целую серию снимков, представляешь? Спасибо, мне кажется, я прослушала. Спасибо, ты настоящий менеджер. Ты представляешь, как мы теперь заживем? Ну поживем, увидим. Наконец-то я уже дожила до этого. Одевайтесь. Вот анализы. Вот анализы. Угу. Так. Не говорите, как есть. Вы же сами в прошлый раз сказали, что можно быть в тени. В прошлый раз я отговаривал вас ехать в отпуск. И сказал, что вам нужно срочно пройти обследование. А вы прошли только сейчас. Подождите, но... Но это же можно вылечить. Мы используем все шансы. Я назначу вам курс усиленной терапии. Да, хорошо. У меня сейчас муж взялся за новое дело. Он как только закончит, я сразу к вам. Вы меня не поняли. Начинать нужно сегодня. На такой стадии очень трудно добиться излечения. К сожалению, ваша болезнь развивалась очень быстро. Так бывает. Мам, а Карин сегодня музыкальный школьный ругали. Карин, нужно лучше заниматься. Ты не ябедничай. Мамочка, что с тобой? Ты уже целый час так сидишь. Мультики будем смотреть? Угу. Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Сонное царство! Почему не в постели? Привет, пап! Привет, пап! Так, игрушки уберите за собой. Рисунки. Ой, прости, я ужин не приготовила сейчас. Мари, все-таки неважно выглядишь. Устала, наверное. Смотри, если переутомляешься, можем нанять домработниче. Я уже много раз об этом говорил. Перестань, все в порядке. Точно? Точно. Мам! Так, а ну спать! Ну, кушать хочу. Садитесь, съешьте. Кушай. Так, я переодеваться. О, разрешите вам помочь? Привет. Никит, привет. Вика, вот у меня выставка будет. Сновидишь культовой личностью. Ого! Я тебя приглашаю. Серьезно? Так, все маму нравится. Придешь? Нет. Почему? Потому что не хочу встречаться с твоими родственниками. Вика, это все давно уже в прошлом. Ты, кстати, с мужем не помирилась? А тебе какая разница? Может, я тебе предложение хочу сделать? А как же твоя жена? Что, Наташа? Ну, Наташа. Наташа у меня не жена, это мой менеджер. А, это теперь так называется. А может, ты к ней ревнуешься, поэтому приходить не хочешь? Вика. Ковалев, ты неисправим. Отдавай мои продукты. Я тебя жду. Ах, шест. Ах, шест. Операционная касса, она же обмен валют в самом центре Москвы, на Тверской. Режим работы круглосуточно. И день и ночь тут меняют деньги, большие и маленькие. А мне, например, опять пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь. Получается вот так. И четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, неугомонная ты моя. Привет. Ты, кстати, к Никите на выставку не хочешь сходить? Я? Угу. А с вами? О, я нет. С Маринкой не хочешь встречаться, да? Не напоминай мне про нее. Ну, прости меня. Ну, чего? Я подумала, что уже все как-то отболело. Я тогда скажу, чтобы она больше не звонила. Она что, звонила? Ну, уже два раза сказала, что перезвонит. Ой, я отвечу. Алло. Алло. Вика, это Марина. Пожалуйста, выслушай меня. Мне очень нужно тебя увидеть. Алло. Алло, ты слышишь меня? 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 Субтитры создавал DimaTorzok